Здравствуйте, господа! Начинаем сегодняшний вебинар, который называется у нас «Эзотерика по пятницам», вебинар с Андреем Дуйко, 1 ноября, 18.00. Как всегда, по пятницам я выхожу с прямым эфиром и общаюсь с вами, что приносит мне большое наслаждение. Для тех людей, которые смотрят меня в Инстаграм, хотел бы сказать, что задать вопрос вы можете, если сейчас прямо перейдете ко мне в Ютуб, потому что в Инстаграм я, к сожалению, не могу читать, а в Ютубе могу читать. Поэтому сейчас идет трансляция в Ютубе, переходите, я с удовольствием поотвечаю на вопросы. А вопросов уже много. Итак, Алекс Дриттер. Добрый день, Андрей Андреевич, скажите, пожалуйста, в каких случаях можно использовать четки с 33 бусинами? Это не имеет никакого значения, почему четки имеют определенное количество бусин. Это элементы влияния. Когда человек читает мантру на четки, то обычно он должен повлиять на свою жизнь. Его жизнь условно связана не только с одним днем, она связана с пониманием целого цикла. То есть это 365 дней. Во время этих 365 дней на человека воздействуют планеты влияния, а также месяца. Таким образом можно сказать, что планеты влияния и месяца влияют каким-то образом на человека, чтобы сдвинуть его жизнь или сделать его жизнь не такой, как ему хочется. И поэтому человек придумал воздействовать на планеты влияния и воздействовать на каждый месяц, используя определенные четки. При помощи 108 событий. Каким образом появились четки, которые 108 бусин? Это взяли 12 месяцев и умножили на 9 планет влияния. Получилось 108. 108 событий или 108 компонентов, которые могут сделать жизнь человеку невыносимой на протяжении года. Или наоборот, 108 успешных событий, которые могут сделать жизнь человека великолепной, интересной и ему нравящейся. Почему есть 33 бусины или 30 бусин? Этому тоже есть и меньше на самом деле. Существуют четки, которые могут влиять на одну неделю. Это четки, где бусин 21. То есть это 7 дней, умноженное на влияние на тело, на душу и на сознание. И есть четки, которые 33 или 31, они тоже связаны с 9 планетами влияния, которые влияют конкретно на 31 день, то есть на 1 месяц. То есть 108 это 12 месяцев, умноженное на 9 планет. А 31 это, ну или меньше, это грубо 7 дней, умноженное на 9 планет влияние. Таким образом и появляются вот эти четки. Принципиально это совершенно не играет никакой роли. Четки можно даже не использовать в случае, если вы читаете мантры. Есть ли четки, которые имеют какую-то магическую силу? Считается, что если человек хочет стать руководителем, руководить кем-то, то ему полезно работать или читать мантры на четки, которые будут сделаны из ореха. Считается, что нефритовые четки могут сделать человека более завоздушенным. Если этому человеку мешают внутренние страсти, такие как, допустим, там все время есть хочется, все время хочется развлечений, есть какие-то зависимости, то считается, что нефритовые четки могут ему в этом помочь. Но людям завоздушенным, людям, которые не могут сосредоточиться на чем-либо, такие четки обычно не стоит брать. В случае, если человек ментальный, то есть очень много мечтает, у человека очень много мечтаний, он не может никак сосредоточиться в этой жизни, очень часто улетает в иллюзии, такому человеку необходимы четки из кости. В случае, если наоборот, у человека гиперконцентрацию, он не может никак отвлечься, ему необходимы более такие объемные идеи или более объемные задачи, можно использовать четки, которые сделаны из любого желтого камня или из янтаря. В случае, если человеку необходимо что-либо в жизнь привлечь, четки должны быть более темными. Кстати, темные четки – это четки возвращения долга. В случае, если вам должны деньги, возьмите черные четки и читайте мантру или просто произносите «Скоро отдашь мне деньги» или «Я буду держать тебя в четках до момента, пока ты не отдашь деньги». Кстати, можно человека представлять в таких четках и говорить «Будешь сидеть в этих четках, пока не отдашь деньги» и мысленно выключать в этих четках свет, там, где находится этот человек. Но особенность таких четок, что в тот момент, пока вы их держите в руках, они эффективно работают. Стоит их положить, они перестают работать. Можно ли носить на себе четки, обвязывать ими руки и так далее? А какие еще есть четки? Рудракши – очень знаменитые такие четки. Рудракши – это элемент преданности. В случае, если человек предан своей религии, предан мужу, предан еще бизнесу, детям и так далее, и хочет, чтобы это была основа его жизни, используют четки из Рудракши. Считается, что Рудракши может дать человеку внутреннюю духовную силу преданности, и человек не отклонится от своего пути уже, чтобы он не задумал и всегда будет предан. В случае, если вы видите, что ваш близкий человек, он не предан семье, постоянно отвлекается от семьи или от отношений, то можно просто возле кровати или ему прям в кровать, или где-то рядом с местом, где он там ужинает, обедает, смотрит телевизор или спит, положить четки, которые будут сделаны из Рудракши. Какую мантру на них почитать? Для того, чтобы человек, допустим, мужчина, был более преданным, более теплым, более таким сосредоточенным, ему необходимо на четки почитать мантру И такой человек будет более сосредоточен на успехе, на внутреннем таком состоянии настроенности, или это в случае, если у него вообще занос. А если он, в общем-то, такой мягкий еще, можно прочитать мантру Ладно, не о мантрах сейчас речь. Есть еще молитвенник, это четки, которые носят в случае, если человек ощущает, что на него происходит какое-то агрессивное влияние. Далее четки желтого цвета, обычно, если человек ими пользуется, помогают очень быстро выйти замуж или жениться. Четки зеленые лечат позвоночник, помогают человеку справиться с проблемами. Четки красного цвета делают человека успешным, излечивая его от заболеваний, конечностей. А также в случае, если у человека есть связь с предками, или есть связь с программами, которые он поставил в детстве, и хочет их реализовать, это программа мести, или программа добиться чего-либо. Допустим, красные четки рекомендую тем людям, которые поступают в институт и хотят доучиться, или начинают какую-то работу, и у них есть задача достигнуть чего-то, и так далее. Белые четки являются четками, которые связывают человека с менталом, то есть для того, чтобы исполнялись желания. Также белые четки используются для того, чтобы помочь человеку справиться с психическими заболеваниями. Ну, наверное, пусть будет так. Татьяна Мельчак. Андрей Андреевич, скажите, могу я убирать на свечи бесплатно проблемы человека, с которым встречаюсь, не накажут меня высшие силы, ведь он мне не родственник по крови и не муж. В случае, если вы с человеком спите в одной постели, и между вами есть интимные отношения, то это считается вашим мужем, хоть и временным. Поэтому в случае, если между вами был интим, это дает вам право помогать ему устранять какие-либо проблемы в его жизни. В случае, если человек не знает, что вы работаете с ним со свечой, вас непременно за это накажут. Поэтому человеку, наверное, любое влияние, оно чужое влияние без разрешения, это совсем не экологично. Поэтому обязательно скажите об этом человеку. Но в случае, если этот человек просит, и вы хотите этому человеку помочь, и у вас душа открывается к тому, чтобы это сделать, то в случае, если это создаст для него новую жизнь или добро, или счастье в жизни, поможет ему избежать каких-то неприятностей и заболеваний, пожалуйста, с успехом можете использовать. В этом мире очень много делается зла. Делается зла необдуманного, неосознанного, специального и так далее. Зло – это то, чем руководится этот мир в большинстве своем. Поэтому небольшое количество добрых дел, которые может сделать человек, даже магических добрых дел, которые человек может сделать для кого-то, это помолиться, попросить у высших сил кому-то счастья и здоровья, или даже помочь финансово, это все зачитывается как хорошие поступки. Почему-то вспомнился Конфуций, в свое время Конфуций у него спросили, что должен сделать человек в случае, если он очень сильно болеет. Он сказал, пусть этот человек на протяжении дня сделает тысячу, по-моему, поступков, за которые тысячу человек ему будут благодарны. Вот если человек на протяжении суток сделает тысячи поступков для разных людей, которые будут ему благодарны, то тогда этот человек выздоровеет от любого заболевания. Это такая вот история, не знаю, она правдивая или нет. Конфуций говорил о том, что да, действительно человек болеет из-за того, что омрачение происходит из-за неправильных поступков, и говорил, что если человек на протяжении дня может совершить такие поступки, то это хорошо. Что такое хорошие поступки, как их совершать, и будет ли человек доволен, приняв такие поступки, для меня является тайной. В свое время собирался или пробовал, посмотреть, как люди реагируют на хорошие поступки. И вы знаете, самым хорошим поступком было, это когда я начинал или пытался людям там помочь как-то, и раздавал там в метро деньги, или пытался каким-то образом там что-то подарить и так далее. Так вот, на какое-то количество людей были такие люди, которые, отходя, говорили, придурок какой-то. Понятно. То есть, совершить хорошие поступки, это еще большая задача, и очень чрезвычайно сложно это делать. Теперь я думаю, что самые лучшие поступки, которые можно совершить в жизни, это поступки по отношению к близким людям, которые постоянно, каждый день рядом с нами находятся. Самая обычная улыбка по отношению к этим людям делает очень большие чудеса. Улыбайтесь близким, делайте так, чтобы жизнь была их яркой, приятной, чтобы жизнь совместная была наслаждением. Сегодня, хоть мы и не празднуем, начинается праздник Дивали, это пятидневное поклонение Махамате, или Матери Земли, или Женской Энергии, или Лакшми, ну не Лакшми на самом деле. И считается, что пять дней человек, который будет восхищаться любой женщиной, которая будет в его жизни. Особенно, если это родная женщина, там, мама, теща, свекруха, если это, там, дочь, или еще что-то. Если ими восхищаться, если это говорить, в случае, если дарить им что-нибудь, и делать это пять дней, то есть сделать их жизнь приятной, насыщенной и комфортной, то это на протяжении года даст возможность человеку проявления материального благополучия. Именно поэтому данный праздник очень широко празднуется, как праздник поклонения женской энергии. Сейчас грех, сейчас грех плохо относиться к женщинам, особенно, если они близки. Старайтесь пять дней с первого по пятое, ни в коем случае этого не делать. Вилла Флалко. Доброго дня, шановный Андрій Андревич. На помощь. Моя донька, двойняшка, в девять роки почала чути голоси, потім боялась померти, панічные атаки, агрессии, хвора, видяча, пиццилэння, житэмэ, як лікуваты, шоробыты. Скорее всего, у ребенка формируется психическое заболевание. Это очень частые признаки психических болезней у детей. Это может быть шизоаффективное расстройство, шизофрения, это может быть биполярное расстройство, ну и будь что, депрессия даже. И это все необходимо контролировать. Дело в том, что если уже галлюцинации начинаются, то купировать их, эти галлюцинации, несложно. Что такое галлюцинации и чем отличаются они от негаллюцинации? Галлюцинации – это звуки, которые слышит человек и которые его угнетают. Когда человек болеет каким-либо расстройством, то такие звуки, они обычно угнетают человека и заставляют его страдать. Как бы его душу, его сознание. Именно поэтому очень часто эти люди, они страдают. Не зря говорят блаженные и так далее. Но на сегодняшний день наша фармация, она настолько шагнула вперед, что такие заболевания с легкостью лечатся. И не верьте, если вам кто-то скажет, что нет, это не излечивается. Как это все формируется? Обычно устает нервная система или центральная нервная система. Появляется большое количество адреналина в виде стресса. это заполняет нейроны или щели нейронов, в каких, в определенных системах нашего мозга. Эти щели наполняются до определенного, за счет того, что ребенок испытывает стресс. Наполняются и как резервы, закрываются серотонином. И после этого дофамин должен туда заходить, для того, чтобы у человека были хорошие чувства, а он не входит. И есть такие препараты, которые помогают, препараты обратного забора серотонина. То есть, они могут пооткрывать вот эти щели, чтобы из них адреналин повыходил, чтобы туда заходил дофамин. В каких-то определенных отделах. Их много. Там мезолимбическое, мезокортикальное, негростриальное и так далее. То есть, это такие мосты, где вот дофамин, холин, серотонин, они делают свое дело. Адреналин, норадреналин. И это все контролируется гипоталамусом, извините, отделом нуклеуса кумбенс в том числе. Ну, это сложные процессы. Но, на сегодняшний день есть великолепные препараты. Они очень помогают, особенно в раннем периоде. Обычно это происходит у детей на фоне очень быстрого роста. Недостаточности калия, недостаточности магния, недостаточности кальция. Очень часто это может быть из-за витаминоза, из-за очень быстрого гормонального развития, из-за стрессов, перенесенных стрессов в виде там заболевания, вирусного заболевания, отягощения какой-либо болезнью, перенесенной ранее и так далее и тому подобное. Не нужно этих детей сразу вести куда-то там, отчитывать экзорцизмы, делать из них видящих и так далее. Обратитесь, очень несложные препараты очень быстро приведут ребенка в норму, это будет гораздо легче. Прямо убеждаю вас именно в этом. Потому что панические атаки, потому что депрессивные эпизоды, они в дальнейшем могут спровоцировать у ребенка какие-либо не очень хорошие ситуации. Какие? Ну, суицид может быть. Это уже неправильное развитие. Ребенок должен правильно и комфортно развиваться, быть адаптированным к стрессам, хорошо спать. Это все сейчас можно отрегулировать. Не психологом, а психиатром. Не обязательно идти в психиатрию, ложить по скорой помощи. Сейчас уже нет той психиатрии, которая была в советское время. Сейчас есть платные клиники. Можно обратиться в платную клинику к доктору-психиатру. Он осмотрит ребенка или назначит там детского психиатра. У него есть нозологические уже диагнозы, которые он может использовать. И есть лечебные протоколы, где он может четко на 100% поставить диагноз ребенку и четко, точечно, без особых каких-то усилий, тяжелых состояний помочь ребенку. Сказать, нужен психолог? Не нужен. А вы уже начинаете. Житымы. Так что житымы. Если ликуваты, то житымы. И если наликуваты житымы, оно это болезнь. Человек говорит, психическое расстройство, нужно бояться, никому не говорить. Нет. Это наше тело. И у нас есть это. То есть, ни один человек не может избежать, что у него может развиться психическое расстройство на фоне невроза. Сейчас у нас невроз вообще распространен. Может развиться фобическое расстройство, может развиться неврастения и так далее. Ну и, конечно, недоедают люди, очень тяжело работают, очень сильные перегрузки. Это все приводит к дальнейшему появлению. Точно так же, как человек не застрахован ни от чего. Ну, возможно, застрахован, наверное, от половых инфекций. Знаете, в случае, если там предохраняется и не ведет такой разгульный образ жизни. А в случае, и там, если он не алкоголик, и если он не наркоман, осознанно разрушая свое тело, понимая, что за это рано или поздно придется ему заплатить здоровье. Но в случае, если мы живем обычной жизнью, то у каждого человека может быть и чесотка, и вирус, и точно так же развиться неврологическое заболевание, психиатрическое, не стоит к этому относиться прям истерично и нервно. А вот помочь стоит, потому что избегание и нежелание помогать ребенку, это как раз и является не очень хорошим качеством. А вот обращение к психиатру, тем более в 9 лет, это очень хорошо. Здравствуйте, Андрей Андреевич, помогите, пожалуйста, разобраться мурашки по телу и в голове. Это полочка от препарата ципролекс или что-то другое очень мучает, что может помочь анализы все в норме. А, я уже понял, вы принимаете ципролекс. Любые препараты, антидепрессанты или нейролептики имеют определенное воздействие на организм. Обычно это происходит так, когда человек принимает препараты, то у него могут появляться ощущения какие-либо там гиперемированные ощущения вот этих точечек, бегающих мурашек и так далее. Это все первое время может происходить, потому что это либо обычно это все возникает на фоне очень низкой дозировки и не стоит на это особо тратить свое внимание. Вообще, в случае, если препараты психиатрические применяются в начале, то они всегда могут создавать у человека ощущение дискомфорта. С чем это связано? Наш мозг как губка следствием появления психиатрического заболевания является накопление большого количества адреналина. От алкоголя, от нервов, от стрессов, от получения информации, от экзаменов, от перенесенных неврозов, от коммуникации и так далее и тому подобное. Это все в дальнейшем приводит к тому, что ваш мозг как губка впитывает много адреналина. Особенность адреналина в том, что он приводит к спазмированию сосудов и к свертываемости крови. Именно поэтому, когда человек начинает принимать препараты, целью которых является высвободить адреналин, который накопился в вашем мозге, то, когда адреналин выходит, у человека может появляться спазм сосудов, вегетоссудистая дистония, отравление может происходить, его может тошнить, головокружение, ощущение мурашек в височных областях, ощущение бегущих мурашек по телу и так далее, и так далее. Это все правильные процессы лечения и они минуемые. То есть, если этот процесс переждать, то, скорее всего, успех будет сто процентов на вашей стороне. Ну, и в вашем случае вам самое важное научиться быть спокойными. Каким образом? аутогенная тренировка. Ложитесь, откидывайтесь и говорите, руки вдоль тела, говорите, не могу пошевелить руками, не могу ногами. Старайтесь делать выдох длиннее, вдох короче, на выдохе произносите СО или О, таким образом организм быстрее расслабляется и после этого произносите себе я вхожу в состояние, в котором тело мое оцепенело и дальше говорите себе мое тело совершенно здоровое, оно освобождается от вот этого головокружения, от вот этих мурашек, от того, что меня беспокоит, от того, что болит поясница и там, что придумаете? Это все эффективно работает. Но если делать каждый день, в этом случае стабильное выполнение гораздо лучше, чем длительное выполнение. Поэтому, если вы будете недели, две, три делать это даже по одному разу в день, то это даст свои великолепные плоды. Ванюша, доброго вечера, порадьте, что с семьей постепенно крики и скандали, в особистом жизни просто глухой кут, користуюсь вашими порадами, проходим семинары СНГ, все очень сложно, как будто измениться, что потребно знатый. У нас дужи, дужи, у вас, вот я вас просматриваю, очень-очень плохое, очень плохое помещение и у вас оно очень энергетически загрязнено. Как очищается помещение и как очищать помещение? Представляете, будто ваше помещение, обводите его указательным пальцем, представляете, будто все помещение как пузырь мыльный. И представляете, первое на протяжении одной-двух секунд, будто у вас все начинает гореть, горит мебель, горит пространство, все начинает гореть. Потом оно гаснет, прогорело, но вся мебель, где она там находилась, она стала вся прозрачной. И после этого вы вот это прозрачное заполняете радужным цветом, чтобы у вас все сияло солнечным радужным цветом. При этом произносите такую мантру Ом Катэ Викатэ Роса Гроссамани Соха. Ом Катэ Викатэ Роса Гроссамани Соха. Также хочу сказать, что данная мантра Ом Катэ Викатэ Роса Гроссамани Соха она великолепно делает всех влюбленными друг в друга. Каждый человек, который будет жить в семье, начнет друг к другу хорошо относиться. Вот попробуйте, я говорю это серьезно. А вообще хочу вам сказать, вы не с того начали, нужно было начинать с первой ступени. Ведь данные практики очищения пространства я обычно рассказываю на своей первой ступени. Кстати, хочу сказать вам, что сейчас у нас огромная скидка, минус 25% на все семинары нашей школы, поэтому поторопитесь. Семинары, подарки и все остальное можно, еще осталось два дня, поэтому поторопитесь, приобретите для себя те семинары, которые не выложены и те, которые я поубирал сейчас на короткое время, вы сможете вновь их приобрести с огромной скидкой для того, чтобы положить себе в копилочку и в дальнейшем изучать и пользоваться в своей жизни. Не с Сангая нужно начинать, а с первой ступени. Нет, первая ступень это основа философии. Марина Владимировна, добрый день, уважаемый Андрей Андреевич, скажите, можно ли вылечить коксартроз тазобедренных суставов без операции? Я еще ни одного случая в жизни своей на практике излечения коксартроза, допустим, там, третьей или четвертой степени, ни одного человека еще в своей практике не встречал. Ни одного. Даже были такие, которые говорили, я вылечила, я вылечила, после этого я говорил, давайте, покажите мне обследование, где тот врач, который поставил вам коксартроз вот такой степени. И на этом все заканчивалось, потому что у меня после этого хайли и на этом все заканчивалось. Мое мнение такое, деструктивные изменения в тазобедренном суставе, когда это переходит уже в степень третью или четвертую, в дальнейшем восстановить каким-то образом нельзя. С чем это связано и почему я так считаю? Я думаю, что это связано как раз с деятельностью нашей гиалуроновой кислоты, которая у нас формируется на уровне кишечника, на уровне наших половых желез и надпочечниками. Участвуют в этом еще и минералы, кортикостероиды, участвуют в этом кортизол, который в дальнейшем должен превратиться в гидрокортизон и так далее. То есть это сложные процессы, но они в большинстве своем связаны с нейрогуморальными системами. Нейрогуморальная система это наши нервные состояния, которые каким-то образом влияют на всю исключительно гормональную систему и гормональные состояния, которые тоже могут влиять на нашу нервную систему. И это сложные процессы, они накапливаются десятилетиями, двадцатилетиями. Снижение гормонов, после этого невырабатывания гиалуроновой кислоты, солевой диатез, сопутствующие заболевания кишечника, заболевания поджелудочной железы, перенесенные инфекции, какие-то хронические болезни, плюс неврозы, расстройства невротического характера, перенесенные стрессы, расстройства иммунного характера, это все в комплексе приводит к данной болезни. И для того, чтобы данная болезнь начала двигаться в обратную сторону, необходим процесс колоссальный, просто колоссалити, то есть начиная с кишечника и восстановления его, почек и восстановления, почему кишечник? Наш кишечник выводит 30% оксалата, все остальные оксалаты выводятся при помощи наших почек. В случае, если кишечник не работает, и у человека появляется диарея хроническая или запор, то эти оксалаты с кишечником не выходят. И появляются у нас оксалатные заносы, можно так назвать, где? В суставах, вдоль мягкой, вдоль гладкой мускулатуры, это в дальнейшем называется и солевой диатез, это в дальнейшем называется кальцевые соединения, это и наши эти костные какие-нибудь новообразования, это там куча всего. И это все мы таким образом очень сильно страдаем, и это все как раз связано вот один из принципов, как же его восстановить? Ну, психически никак. То есть психически, а почему это произошло? Из-за неврозов, переживаний, недосыпаний. Человек нервничал, у него, допустим, не вырабатывался пепсин, или там понижалась кислотность на фоне голода, мог перестать вообще работать кишечник. Ну, и куча всего. То есть там так много этих причин. Что говорит об этом эзотерика? Эзотерика вообще говорит об этом вот что. Она говорит, что в случае, если тазобедренный сустав с правой стороны болит, то это разочарование мужчинами, мужем, сыном или дедом. и невозможность их обожать. Если с левой стороны, то матерью, бабушкой или дочкой или там свекрухой или еще кем-то. То есть с левой стороны, это все, что связано с женщинами, родными и даже неродными, живущих рядом с вами и там. И с правой стороны. Ну и в общем это все обычно начинается с голода. То есть в большинстве своем, по моему мнению, есть ряд заболеваний, которые являются следствием голода. То есть одно из этих заболеваний это коксартроз, когда человек сам себе говорит, все, я теперь хочу стать молодой, красивой и начинает голодать, думая, что когда она женщина или мужчина поголодают, то станут худыми и в этот момент сразу же в них начнут влюбляться. В итоге худеть им удается, но вместе с этим похудением исчезает и костная наша система, особенно тазобедренные суставы. Поэтому, к сожалению, возможно, я бы вам мог подсказать, но, к сожалению, без операции возможно у вас и не получится. Но я рад ошибаться. В большинстве своем я всегда это говорю. Я верю в счастливые случаи, верю, что высшие силы могут помогать человеку и так далее. К сожалению, в этом случае я не помогу. Здравствуйте, как улучшить или кто мешает улучшить жизнь? О, Боже, Алла Кабзаренко. Здравствуйте, пожалуйста, подскажите, что или кто мешает улучшить жизнь? Ношу талисманы, проходила обряды, марафоны, живу с папой и сестрой, плохо с работой и личной жизнью. Так плохо проходите вы, наверное, мои семинары. Одна из концепций она заключается вот в чем. Их много в моей школе, но несколько, наверное, нужно вам напомнить. Итак, первая концепция. Человек рожден только с одной задачей и одной целью. Какой? Это концепция номер один в нашей школе. Она называется человек рожден с правом выбора и он может прожить жизнь так, чтобы получать от нее удовольствие. и второй вариант не получать от нее удовольствие. Помните, я об этом рассказываю в школе. Смотрите, чтобы человек не делал, он хочет что-то с этого получить. Что это ему принесет? Деньги заработать. Зачем? Чтобы удовольствие получить. От покупки или от накоплений или еще от чего-то. Там с женщиной начинать жить, с мужчиной, иметь квартиру или не иметь. Зачем? Чтобы получать от этого удовольствие. Квартира, есть уют, да кто угодно, как угодно может спорить со мной и говорить нет, это не для удовольствия. Послушайте, жизнь устроена по принципу получать удовольствие. Бог создал, чтобы люди были счастливыми человека. И человек добровольно выбирает либо получать, либо не получать. Что ему мешает? Эгоизм внутренний, самомнение, воспитание неправильное, огорчение, накручивает себя, неврозы и так далее. И это все приводит к тому, что человек огорчается и он постоянно чем-то недоволен. Помните, я говорил даже о методах? Каких методах? Метод синкопа. Утром просыпайтесь и говорите себе, я получаю удовольствие от того, что я проснулась, я там смотрю на это, мне нравится это, мне нравится то. Помните, я говорил, что жизнь изменится у человека, если он 108 раз в день произнесет слово мне нравится. Произносите 108 раз слово мне нравится на протяжении одного дня, за один год ваша жизнь будет как небо и земля от того момента, где вы сейчас находитесь. Это тотально изменит вашу судьбу, где бы вы ни жили, с кем бы вы ни жили и как бы вы ни жили. Это мега-мега метод. Кстати, об этом рассказываю на ступени, почему вы не слышите. Второе, о чем я говорю там, я говорю, что мы очень часто не живем, мы начинаем мечтать, завидовать, я даю легкие принципы. Завидуешь, говори, скоро у меня это будет. Не почему у меня этого нет, а скоро у меня это будет. Когда с деньгами там какие-то проблемы, я говорю, не будьте теми, кто все время тратит, выключайте калькулятор, говорите, покупаю материальное благополучие. Живите настоящим, я там говорил, что воспоминания не мешают, и говорил, что для того, чтобы воспоминания не мучили, одевайте зеленую ниточку или одевайте зеленую резиночку. Как только начинаете нырять в прошлое, вспоминать, знайте, вас захватывает время жизни, захватывает река жизни, вы уплываете в прошлое, не позволяйте себе. Чем больше человек находится в прошлом, тем ближе он к смерти. Поэтому, это гарантия. Я наблюдаю с огромным количеством людей, которые болеют тяжелыми болезнями. И на протяжении очень долгих лет, наверное, лет 15, занимался тем, что принимал вот так вот людей, сидя на стульчике. И очень давно я заметил, что у людей с очень тяжелыми поражениями легких, там, муковисцидоз, там, у ребенка, допустим, туберкулез, там, третьей-четвертой степени, там, гепатит, синдром иммунного дефицита, там, в тяжелых стадиях, там, когда человек уже вот чуть-чуть, чуть-чуть, и этот человек уже скоро-скоро, знаете, как бы приговорен. Очень часто у этих людей, пока они еще чувствуют себя хорошо, очень много воспоминаний прошлого. Они их прямо захватывают, захватывают. Чем больше, что это прошлое захватывает? Человек попадает в ловушку времени, и волны времени его смывают в прошлое. Вот если вас прошлое смывают, вы стареете. Как не стареть? Старайтесь не думать о прошлом, не вспоминать о прошлом, каким бы оно хорошим не было. Почему? Ни прошлое, ни будущее нас не вдохновляет. Мы должны жить настоящим, потому что Бог нас создал настоящим. Наслаждайся тому, что есть у тебя. И последнее. Куда течет любовь, туда текут и деньги, и возможности, и так далее. Именно поэтому человек должен быть добрым. Он должен найти в себе возможности, делать что-то для кого-то, чтобы его любили. А кого любят, если человек безвозмездно пытается что-то для кого-то делать, то его безвозмездно начинают любить. Любите Бога, любите иконки, любите близких, любите природу, любите животных, любите рыбок. Любите кого-нибудь, чем больше любите, чем больше для них стараетесь, делайте безвозмездно, тем больше у вас отдачи будет материальной в жизни. Любовь является очень важным аспектом. Почему? Кому течет любовь, тому текут и деньги. У меня с ребенком было такое, не может ребенок работать, не хочет, ничего не получается. Вот так каждое утро садился и говорил, ты мой зайчик, я так тебя люблю, ты мой зайчик, я так тебя люблю, пусть в твоей жизни все будет получаться, пусть получается, пусть ум добавится, пусть девочки тебя любят, пусть хорошо все будет в жизни, пусть получается зарабатывать, Я так тебя люблю, ты мой хороший. После этого, как только подумаю о нем, все время мысленно, как будто он маленький, я его обнимаю. Где-то за один или два месяца и работу нашел, и все поменял, и как-то начал общаться, и с девочкой появились, и так далее. Слушайте, это гениально. Я об этом постоянно говорю. Как вы можете мне задавать эти вопросы, если вы столько прошли? Но часто человек занимает позицию такую, он говорит, я хочу, чтобы вместо меня магия делала все. Я несчастный, но слушать ваши концепции, дуйко, я не хочу, потому что это сложно, это работать. Кому течет любовь, какие-то... И после этого начинается так, дайте мне талисман. Вот я себе талисман зафигачу и буду богатый. Нет. Если я одену талисман на себя, а я обожаю детей, делаю что-то для детей, для людей, вот для вас семинары. Многие из вас, кстати, любят меня. Спасибо вам большое. И одеваю талисманчик какой-нибудь денежный, то он будет, как квадрант денежного потока, приносить мне материальное благополучие. А если я просто талисман надену, то он связан с энергией денег, которая возникает у человека, в случае, если он коммуницирует или думает о деньгах или о финансах. То есть, смотрите, что мешает мне быть богатым? Я переживаю, я боюсь деньги тратить, во мне калькулятор, я не знаю правила денег, у меня все время переживания, как же я буду жить, у меня нет веры в то, что я буду жить хорошо. А я этому всему обучаю. Скоро будет хорошо, скоро будет чем заплатить, покупая материальное благополучие и так далее. То есть, объясняю, как быть руководителем, а не потребителем и много этих всяких тем. И человек одевает и становится еще более жадным, еще более вредным, еще более злобным. Мир денег, он устроен по трем принципам. Первый, пирамида. Мир людей устроен так, кто более хитрый, тот залазит на голову более нехитрому, хупца. То есть, нашел кого-то, кого можно эксплуатировать, залез на голову. Потом, кто-то тебя залез на голову, еще кто-то тебя залез на голову. Итак, мы находимся в пирамиде совместной эксплуатации. Мы эксплуатируем тех, кто на нас работает, нас эксплуатирует государство. Государство, какие-то корпорации, бесконечная эксплуатация. Это называется эгрегор эксплуатации. Или такая вот золотая пирамида эксплуатации. Люди, которые пытаются там в этой пирамиде каким-то образом конкурировать, не имеют никаких возможностей конкурировать. Почему? Потому что в данной пирамиде конкурировать невозможно. С чем это связано? Это связано, что там побеждают только те, кто больше ненавидит тех, кто находится ниже. И чем больше нижние испытывают боли, тем лучше те, которые свыше. Именно поэтому люди, которые, вот мне говорят, вот есть такие люди, которые ненавидят всех. И они богатые. Конечно, они находятся в эгрегоре или в пирамиде денежной. Они ненавидят тех работников, которые работают. На здрасте говорят, хуясте. И там посылают всех вокруг. Ненавидят окружающий мир. Они и близких ненавидят. Они вообще весь мир ненавидят. Находишься с этим человеком, ему нажраться. Он там к проституткам этих ненавидит. Жену ненавидит. У него там всех, все свиньи, все уроды. И только я, имени меня. Шел я через я, видит я в реке. Я сунул я руку в я-я-я-я-я-я-я. И вот такие вот они есть. Это люди бесы. То есть они как большая голова, маленькая голова с огромным тулочем. Они едят-едят, ненавидят, срут-едят. И они так живут. И их это устраивает. Они принимают алкоголь, наркотики. И каждый, да, у них есть маленькая любовь. Могут любить ребенка или еще что. Это мир так устроен. В этом ничего плохого нет. На самом деле так устроил Бог. Знаете, это одна из систем. Друг на друга залезть. Не зря вот было, фильм когда-то был, когда он говорит, а как же перед вами пацаки будут делать два раза кул? Знаете, если у вас нету цвета штанов. На самом деле есть и цвет штанов, и есть вот эта духовная ненависть. Духовная ненависть. Вот те люди, которые находят эту духовную ненависть и ненавидят тех людей, которые на них работают, которые без конца кого-то там обгаживают, без конца имеют кому-то претензию. Напился, утром встал, там претензия к жене, претензия еще к кому-то. Но чем больше человек делает вокруг себя зла, тем больше у него шансов получить проклятие в своей семье. То есть потом за это несут ответственность. Мы же часто это слышим, там директор, 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 сын на мотоцикле разбился, там дочь стала наркоманкой, там еще что-то произошло. Почему так? Так вот мы знаем, почему. Это пирамида ненависти. Мы, как эзотерики, зная о пирамиде ненависти, не занимаем эту позицию. Потому что конкурировать в ней бессмысленно. Мы занимаем другую позицию, как бы духовную. И знаем другие принципы, где мы можем конкурировать. Но конкурировать за счет доброты, за счет развития духовности, за счет тепла. То есть мы таким образом... Это тоже вариант. Почему? Потому что короли стали королями, когда они для своих будущих потомков пытались сделать что-то больше, чем для себя. И культ семьи или культ королей, это культ семьи. То есть обожают друг друга, поддерживают друг друга, делают все друг для друга, делают все. Но это супер. Но это же невозможно без внутренней любви. Невозможно. Ну и тогда мы можем по этим принципам конкурировать. Есть еще третий принцип. Третий принцип связан с Богом. Что это еще такое? Высшие силы, они не нуждаются в любви человека. Почему? Это и есть любовь. Еще раз, смотрите. Высшие силы, там Бог какой? Иисус Христос, Будда, там, я не знаю, там, Вицлипуцли, я не знаю, Аллах, там, Любой. Лакшми, Ганеша, Дао и так далее. Все эти энергии, они есть проявления максимальной любви. То есть они ни в чем не нуждаются, во времени они не ограничены и они находятся, чем они занимаются? Они живут в бесконечной любви. Они чувствуют эту бесконечную любовь. Живут, они не нуждаются. Вот смотрите, человек, он вынужден бороться, вынужден делать что-то, вынужден жить, дышать, болеть, вынужден страдать, вынужден там и так далее. А существо Бог, он ни в чем не нуждается, у него ни завтра, ни послезавтра, ни прошлого, ни будущего, во времени не ограничен, он вечный. Он ни в чем не нуждается в деньгах, не нуждается в людях, вообще ни в чем не нуждается, у него все есть. Тогда в чем он живет, ради чего? Единственное, он купается бесконечно в любви, он есть Любой, он бесконечно в наслаждении. И когда мы обращаемся к какому-нибудь Богу, Божеству, не имеет значения, Иисус Христос или это Божья Матерь. Или это какой-либо еще, и любим этого Бога, любим, то к этому Богу течет любовь. Но Бог этот не нуждается в вашей любви, именно поэтому эта энергия начинает идти в обратную сторону. Поэтому если вы любите своих близких, обожаете их, если вы любите Бога, обожаете его, именно слово любим, а не эксплуатируем, то тогда вы будете богатыми. Почему? Доказательство очень много людей, которые очень любили Бога, любили Бога. Божество, любили, то они достигали высоких материальных благополучий. Очень много верующих, которые не просят, не требуют, а верят и любят безвозмездно, они получают по заслугам в виде хорошей жизни и в виде возможностей, которые они в жизни получают. И таких принципов получается три у человека. То есть первый принцип, это принцип жить в пирамиде, ненавидеть тех, кто снизу. Второй принцип, это обожать тех людей, которые рядом находятся. И третий, обожать Бога. Все. И тогда обожаешь Бога, любишь тех людей, которые рядом, в вашу сторону будет течь любовь. И дети будут здоровы, и счастье будет в семье, и в жизни все будет хорошо. Алла. Чтобы он был богатый, состоявшийся и так далее. Уже не хотят обычных ребят. Ну не переживайте, в вашем случае один и первый, и второй мужчина женятся. Все в порядке, вообще не переживайте. Годы идут, нет еще не те годы. У них будут дети. Показывают, скорее всего, двух мальчиков родят. Очень советую использовать мои препараты. Называется один Кинцкин, и второй Корунеш. Можете набрать кого-нибудь из операторов прямо сейчас и получить скидку на данные препараты. Это были великолепные препараты. Много людей использовали их и смогли справиться без эко и так далее. То есть это сейчас. Я хочу сказать, что, как ясновидящий могу сказать, что где-то с 2030 года, может быть, где-то с 2038 года появятся уже специальные препараты, которые могут помочь человеку жить долго. И мы, наверное, то, наверное, последнее или предпоследнее поколение людей, которые еще будут умирать. А в дальнейшем люди перестанут умирать. И проблема вот этого контроля людей и рождаемостью, она будет в дальнейшем играть очень важную роль в этом мире. Вот так, мои хорошие. Мир меняется. Елена Марбелла. Милые мои, вы мне задаете вопросы в Инстаграм. Я хочу сказать, что я их не вижу. Если вы хотите задать мне вопрос, вам необходимо сейчас перейти в YouTube-канал, который называется Андрей Дуйко. И сейчас там идет трансляция, присоединиться к ней. Вот так я вам, к сожалению, не отвечу. Даже не пишите. Я просто не читаю. Да, мне тоже жаль и там все остальное, но I'm sorry. Елена Смальченко. Любой чителю, скажите, будь ласка, чему даже ваш кусталовый тримотопист? Дело в том, что у нас голод напрямую связан с циркадными ритмами. И связан с отделом мозга, который называется нуклеосаккумбенс, который выделяет L-триптофан, прекурсор для появления дофамина, гормона счастья. И когда человек кушает, то у него дофамин выделяется, хотите вы этого или нет. А вы все время в стрессе. Стресс, 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 адреналин, адреналин, адреналин. И еще и голод, а это тоже адреналин. Таким образом могу сказать вам, что если вы находитесь в состоянии невроза, если у вас беспокойство, страдания, переживания, и вы будете еще содержать пост, то вы себе лучше не сделаете. Вы будете страдать и ухудшите состояние. Может закончиться даже плохо. Поэтому какой пост? Делайте радость жизни. Делайте так, чтобы радость жизни была. Милые мои, вы не туда. Вообще, вот я, допустим, отец детей. И мой ребенок говорит, все, папа, ради тебя я не буду теперь есть. Скажите, меня это будет радовать? Нет. А если мой ребенок будет говорить, папа, ради тебя я и покушал, и я такой счастливый лежу. Я говорю, какой ты молодец, сын мой. Так и высшие силы, они глядят на человека или смотрят на человека и хотят, чтобы человек радовался. Но тогда почему посты работают и так далее? Есть тут нюанс. Люди, они находятся в пирамиде страданий или в пирамиде радости. Пирамида радости ведет человека к духовности. Пирамида страдания может привести к деньгам, кстати, я об этом сегодня сказал. Но может привести к бесконечному страданию. В пирамиде страданий тоже есть конкуренция. Если человек страдает и люди ему сострадают, то эти страдания увеличиваются. Если человек в своем страдании ненавидит кого-то и ненавидит всех, то тогда эти страдания могут его уничтожить. Почему? Потому что Бог руководит тем, что человек страдает и говорит, возможно, тебе не нужно жить. Давай я отключу тебе жизнь. Что ты страдаешь? Да что ж ты страдаешь? У меня есть друг такой, он нереально богатый. Он настолько богатый, владелец заводов, газет, пароходов и всего остального. Он не живет в Украине. Сейчас он проживает в Соединенных Штатах Америки. Но проживал в Израиле, когда начались вот эти события. Сейчас уехал жить в Америке. Я вот с ним разговариваю сегодня, ну не сегодня, а вчера. И он мне говорит, да нет, это это, это это. Я говорю, слушай, что тебе в жизни не нравится вообще? Он говорит, да мне вообще все не нравится, мне так все надоело вообще. Я говорю, так а ты ни в чем не нуждайся. Он говорит, да я нуждаюсь, мне так задолбали люди. Я хотел вот такого цвета, мне привезли вот такого. А теперь хотел вот это, мне сделали вот это и так далее. Я говорю, ты просто, как бы ты ни жил, у тебя нет в сердце радости. Он говорит, да, как ты узнал? У меня постоянно такое ощущение, как будто вот здесь вот как плохо что-то. Мне вот вечно ко всем претензий, что-то мне не хватает. Я знаю, что это, но я промолчал. Скорее всего, он меня не смотрит. Я знаю, что это его мучает. Что? Это совесть. Совесть, врожденное качество человека, ее ничем заткнуть невозможно. Она нас мучает, если человек как кашка. Так что пост вам не надо. Зачем вам этот пост? Анна Гальчук, доброго дня. Внуці 12 років часто нудить і головокружіння. Порадь-то як вилікувате. Якщо часто нудить дитину, то може будь це проблема анемії. Так же это можуть бить сосальщики какие-нибудь, допустим, аскариды, при аскарідах анемія. Не с мене нужно начинать, милые мои. Идите к врачу, сдайте развернутый анализ крови, к программу, сдайте анализ на наличие глистов. Посмотрите, чем болеет ребенок. Ну что такое? Это же несложно делать. Сейчас Синева везде есть. Не выделите 500 рублей на ребенка, чтобы провести исследование. Я, кстати, открыл на Шатару Ставели в своем офисе. Купив за сумасшедшие деньги оборудование, которое называется неинвазийный анализатор крови. Ставятся 4 датчика в шею, вот так под мышками, один в пупок. И на протяжении там какого-то времени делается 120 показателей крови. Отведите туда, сделайте бесплатно. И даже операторы скажут, на что ребенку обратить внимание. Возможно, объяснят, какие дополнительные анализы необходимы еще. Что вы так мучаетесь? Ребенка часто нудует. Если вы ездите где-то, и ребенка часто тошнит. Почему часто тошнит? Часто тошнит, может быть, невроз. Часто тошнит, желчь не отходит. Запор может быть. Может быть, сахнодиабет у ребенка развивается или еще что-то. Что вы от меня хотите? Совсем не понимаю. Для того, чтобы ребенка не тошнило и не укачивало, когда он ездит в транспорте, и вас не укачивало. Меня когда-то научила моя мама. Она говорит, заклеивай пупок. Я когда начал детям маленьким своим заклеивать пупок, которых укачивал на поворотах, чем скотчем, брал скотч и прям пупок заклеивал широким скотчем. Потом приезжали в садик, и я отклеивал. И перестал отошнить. Вообще, как это работает, неизвестно. А если сильно укачивало, то в пупок еще ватку ложил. Ватку и сверху скотч. Вообще, вообще не укачивал. Также у нас был такой Саша, и мы когда-то были в Черногории, он ехал и говорит, я не могу меня так укачивать, нам еще два часа ехать. Я ему тоже скотчем взрослому такому, 200 килограмм такой, дядя, я ему тоже скотчем. Он говорит, все, мне это поможет. То он говорит, надо же, тут же все исчезло, перестало тошнить. Ну а с головокружением, ребенка не должно просто так головокружить. Ребенок это здоровое существо, ему нужно быть здоровым. Как бы многие есть, в случае, если ребенок здоровый, если ребенок обучается, ходит в школу и так далее, и вы считаете его здоровым, то тогда он не жалуется ни на головокружение, ни на спазмы какие-то. Ну и если вдруг что-то происходит, то это первые признаки того, что нужно обратиться к врачу. Это же как бы само под собой подразумевает. Но не ко мне точно. 12 лет может уже худеть, может проблема почек может быть, может там хронический танзелит, может быть у него невроз, и там вот так это проявляется, может гипертоническая болезнь уже у ребенка, может быть недостаточность каких-то ферментов, может быть печеночный, может там амебиоз хронический, или лямбли у ребенка, ну да что угодно. Нет, я к сожалению ничего не поражу вам. Мне 24 года, живу вместе с мамой и доченькой, и никак у нас не откладываются деньги, имеем свой бизнес. Какая бы сумма ни пришла, все уходит как вода. Да, смотрите, почему у меня получается много зарабатывать. Я провожу вот такие вебинары, в ходе этих вебинаров кто-то говорит, о какой он молодец, любим Дуйко, нравится его смотреть и так далее. Много выпускаю бесплатных видео, вот сейчас это бесплатно. Много делаю контента, и это зачем я это делаю? Я делаю это для того, чтобы стать первое знаменитым. Зачем? Это новая концепция мира. Если раньше спрос порождал предложение, потом эмоция порождала спрос, то сейчас чем знаменитее человек, чем больше его знает, тем больше к этому человеку текут деньги. Это особенность нового мира. Я это раскусил много лет назад, когда увидел гаджеты. Сейчас быть популярным, это значит постоянно говорить о том, что ты есть где-то в этой проекции. Популярным это иметь возможность большому количеству тебя любить или ненавидеть. Я вам хочу сказать, становитесь популярными, ведите какую-нибудь группу, с кем-то общайтесь, призовите друзей. Не ведите образ жизни, где есть только три человека. Вы, ваша дочь и ваша мама, и одна подруга. Обязательно находите людей, рядом с которыми вы можете быть кем-либо, подругами. Собирайте женские клубы по интересам, идите в сетевую компанию, я не знаю, что угодно, но так, чтобы вокруг вас было много людей. Делайте так, чтобы вы повышали свою узнаваемость, знаменитость. Выходите к людям, что-нибудь им говорите, делайте инстаграм-страницу и так далее. Это все принесет вам в дальнейшем увеличение денег. Ваша проблема в том, что вы друг друга любите, но это только три человека. У нас есть в нашей эзотеристской школе общественная организация институт развития творческой единицы. Для чего я его делал? Я говорил, мы друг друга воспринимаем как семья, молимся друг за друга, и это дает нам возможность перед высшими силами сказать, что нас не один, а много, и нас любят много друг друга. А если тебя много людей любят, то тогда в твою сторону течет любовь. И многие люди, которые присоединились к девяти кругам общественной организации институт развития творческой единицы, это люди, которые в дальнейшем смогли преодолеть проблемы материального характера. Смотрите, сейчас в чате есть точка сверху, на ней написано цель. Если вы из стран за границей и у вас возникло желание невероятное прямо и гигантское помочь мне финансово, а также помочь моему благотворительному фонду, который называется Logos Dessi, можете нажать на кнопку цель и перейти и поблагодарить меня какой-нибудь суммой денег. Одна женщина написала мне в инстаграм сегодня Андрей Андреевич Вы единственное, что вы хотите делать, это не помогать людям, а в каждом человеке видите человека, на котором вы хотите заработать деньги. Ну, конечно, я хотел с ней пообщаться, но она не захотела со мной общаться, поэтому я ее удалил. Но я хочу вам сказать, уважаемые мои, милые, любимые мои, скажите мне, а у вас разве не эти цели? Нет, серьезно, давайте поговорим об этом тоже. А у вас не эти цели? То есть вы хотите сказать, что ваша цель, когда вы идете по улице, лежит человек, который нуждается, вы его поднимаете, идете в магазин, кормите, ведете его домой, расчесываете, даете ему койку, после этого ухаживаете за этим человеком. То есть вы хотите сказать, что вы все делаете так, чтобы помогать людям, которые вокруг вас находятся? Да? То есть человек, который говорит, ты видишь в людях деньги, ну конечно я вижу в людях деньги, иначе я бы даже не выходил к людям, мне не интересно было бы. Почему? Так а что меня может заставить вообще с кем-то общаться? Зачем? Если мне комфортно и так. Достоевский сказал, что в глубине любого альтруизма находится жажда наживы. Это мотивация. Единственное, не верьте тем, кто говорит, все бесплатно, все даром, мы это делаем для людей и так далее. Нет. Это делается и для людей, и для кармы, и еще для кого-то. Но положить свою жизнь и обвинять кого-то, что этот человек видит в ком-то возможность заработать, конечно. Конечно. Я не скрывал никогда, что я зарабатываю на том, что я продаю курсы свои, которые называются у меня школой Кайласа, они не дешевые. Семинары свои, инфопродукты, там есть шумы, но делаю и бесплатно тоже, в свою очередь. Ну а кто из вас делает так же много бесплатно, как я? Я лично написал больше, записал больше, чем почти 600 часов бесплатной информации, которая выложена в Ютубе. Среди вас много людей, которые 600 часов выложили бесплатно. Вот я. А как же я должен не видеть? А зачем мне это что-то делать? Вот я не могу этого понять. Что с мозгами у людей? Вы видите только это? Да. Я вижу только это. Почему? А иначе я себя не заставлю. У меня болит, ну так а я причем. А врач, который принимает людей, он бесплатно это делает? Ну Иисус Христос, послушайте, послушайте, Иисус Христос мне очень нравится. Он Богом, он Бог. Он родился непорочным зачатием от Марии, после этого воскрес. А я родился от мамы своей Нелли. Я обычный человек, и в туалет хожу. И ем, и сплю. Я такой же, как все. Я не отличаюсь ничем от других людей. Ничем. Возможно, единственное, что я научился делать, это не завидовать. Единственное, что я научился, быть счастливым, находить мотивации, микромотивации в жизни. Наслаждаться тем, что я имею возможности. Делаю бизнес, постоянно к чему-то стремлюсь. Но меня это вдохновляет. Я был маленький, меня вдохновляло, я хотел секса очень сильно. Потом у меня появлялись девочки, там давали мне по чуть-чуть. Первая, вторая, так до 30 лет никак не мог угомониться. Все мне секса хотелось. Потом понял, что в погоне за сексом я пропускаю какой-то нюанс. Все-то такое должно быть. Я думаю, надо же, я все время хочу секса, а мне же нужно там имущество, и нужно что-то покупать, и нужно еще что делать. И сказал себе, тонуй его в баню, слушайте, надо более глобальные задачи какие-то. И поменял это. Сказал для себя, секс для меня теперь не очень важно. Гораздо важнее там зарабатывать. Вот поменял для себя мотив. Потом со временем мотивы росли. И так далее. Знаете, это все супер. Потому что, когда маленькие мотивы, то они заставляют человека шевелиться. Когда большие, они тоже заставляют человека шевелиться. А сейчас, если мотив пропадет, то ничего не будет хотеться делать. Потому что, у каждого человека есть мотивы. Человек приходит, он зачем-то приходит. Я же не говорю, что вы пришли и меня используете. Вы смотрите эти семинары, тоже используете. Используете мои методы. Кто-то скачивает, складчину продает. Нет претензий. Это нормальный процесс. Это жизнь. Каждый живет, как он знает, и как он умеет, и как у него получается. обвинять человека в том, что он не является Иисусом Христом, и не является, ну, там так много духовных, знаете, людей, и они там объявляются. Ну, знаете, я вот недавно смотрел хлопца одного, он йогу преподает. У него йога занятия, там он 40 каких-то кри преподает. И это стоит у него там за два дня 40 тысяч. Это получается 300-400 долларов. Но при этом он говорит, он высокодуховный. Я смотрел его видео, он говорит, я высокодуховный, я почти как бог и так далее. Если бы я был высокодуховный, я бы вот так делал ручками, как сай-бабай. У меня высыпались бы деньги здесь. Они не высыпаются. Мне для того, чтобы заработать, нужно заработать. Нужно утром проснуться, нужно обязательно поработать с собой, со школой, нужно с детьми, кого-то в школу, кого-то в садик. После этого заниматься бизнесом, где-то открывать, где-то попадать, зарплаты выплачивать. Это жить в стране, в которой идет война. И заботиться о людях, помогать вам. Многим людям отвечаю прямо, многим-многим. Отвечаю, успеваю, новые семинары записываю, стараюсь быть постоянно. В помощи. К чему претензии вообще? Тем более, я не говорю все время, давайте только покупайте, только покупайте. Взяли бы и купили уже, если на то пошло. Так они покупают. Слушайте, многие думают, что очень много можно на этом зарабатывать. Да нет. Нет. Возможно, те, кто умеет, знаете. Нет, нет. Я вообще, чтобы вы понимали, полтора года, когда открыл школу, полтора года, все могут доказать, учеников старых очень много. Когда открыл школу, то я полтора года проводил эти ступени, первую ступень, вторую, третью бесплатно. То есть, люди мне платили, но этих денег мне не хватало, на то, чтобы заплатить за арендованные помещения. Ну и на этом заканчивался мой бизнес. То есть, этот бизнес полтора года, это было, ну я не знаю, штук 20 занятий, штук 30. А это было все бесплатно, я это делал бесплатно. Почему? А мне хотелось, меня это вдохновляло. Я хотел организовать вот такое общество. Мне нужны были новые связи, новые друзья, новые идеи. Я хотел разобраться в себе, мне это все вдохновляло. Я делал это для себя, как самотерапия, как бы классифицировал это все. Ну и мне нравилось, что у меня появлялись новые молодые друзья, новые общения. А сейчас у меня очень много друзей. Сколько? Миллионы. Меня узнают на улице, подходят ко мне, обнимаются. Я очень рад, что есть люди, которые глядя на меня, говорят, когда посмотрим на Дуйков, все время смеяться хочется. Так это супер! Почему? Потому что я даю радость, поэтому если вы смотрите на меня и вам хочется улыбаться, так это супер! Это же и есть духовная энергия. Вот это наговорил себе, да? Добрый день, Андрей Андреевич, ученица школы. Подскажите, как выборы президента Америки могут повлиять на мировую экономику? В лучшую сторону? Серьезно. Любые выборы, есть нестабильность. Любые выборы и перед выборами это дестабилизация, особенно в той стране, где сейчас выборы. После выборов все становится стабильно. То есть, эта стабильность, она поможет все поставить на свои места. Я могу сказать, что Америка за это время, за время Байдена очень обогатилась, и эта страна стала еще в мега раз богаче и влиятельнее. И это, конечно же, укрепит общую экономику во всем мире, немного изменяет. Как же это все повлияет на весь мир? Стабилизирует его. Эти выборы, они стабилизируют. Уже сейчас понятно, что это крайний период того, когда будут приняты решения. И мы увидим, как мои предсказания были. Я говорю, что все закончится тогда, когда женщина положит свою руку на Библию. Помните, об этом говорил? О чем это я? Вот эти все разговоры о том, что там все, доллары упадут, там и все. Нет, этого не произойдет. Доллары будут расти. Мы увидим в скором времени, я думаю, это лет где-то через, да быстро. Не могу просто сказать. Я знаю, но не могу сказать. Но я хочу вам подсказать, у меня очень много было электронных денег, очень много было. И я их вывел на протяжении нескольких лет. Хоть они и приносили мне прибыль. Зачем я это сделал, имею на это знание. Но не могу вам сказать. Если вы можете услышать между строк, что я сказал, вот услышьте. А если нет, ну что ж, бывает и так. здрасте, подскажите длительное время отек глаз и лица. Это аллергия, да, в вашем случае это аллергия и легочная, и почечная недостаточность. Это кошка может быть на нее? Нет, нет, это скорее всего не кошка. Чем помочь? Соду попейте, одна чайная ложка, одна столовая ложка сода, одна чайная ложка соли на 2 литра воды теплой. Размешайте, выпивайте каждый день 2 стакана такой воды. 2-3 недели пропьете, на месяца забудете, что у вас такая есть проблема. Анна Гальчук. Вечуття, что клубок подкочивается до горла, перерывается дыхание, избивается ритм сердца. Большистью станет спокою. Допоможить, доверяю только вам. Это у вас паничная атака. Она так и проявляется. У человека появляется вот такой комок, появляется ощущение, будто он задыхается и так далее. И лечить нужно как паническую атаку. Какие препараты могут помочь? Ну, попринимайте адаптол в Украине продается, валерьяну, попринимайте кальций очень хорошо. Вот первое, что нужно делать при панической атаке кальций принимать. А еще хочу сказать вам, вчера специально выпустил видео. Оно называется лечение психических проблем специальная гимнастика дуйко. Я не помню, как оно называется. Там я объяснил так ударять, потом дышать, смотреть межбровьи и так далее. Попробуйте вот это поиспользовать. Используйте это два месяца и вот этих атак не будет. Попейте еще обязательно витаминный комплекс так, чтобы в его составе были минералы кальций, магний и цинк. Серьезно говорю, вот попробуйте, это легче, чем в дальнейшем лечить какие-нибудь болезни и тяжелые болезни в том числе. Помните мои коды? Я когда-то говорил, что существуют коды, они, конечно, вызывают улыбку у всех. Это коды, которые могут убрать страхи, панические атаки, нервные состояния. Это коды, кто знает, припутав, трявсык и кистеплово. Помните? Если каждый день произносить припутав, трявсык, кистеплово, то исчезают страхи, депрессии и панические атаки. Кистеплово, трявсык, припутав. Припутав, кистеплово, трявсык. Не трявы, а тряв. Тряфсык. Можно читать, как код. Вот так. Тряфсык, трявсык, а можно так. Тряфсык, трявсык, 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 кистеплово, припутав. Тряфсык, кистеплово, припутав. Хотите как мантру читать? Пожалуйста. Ом трявсык, кистеплово, припутав, намаха. Ом трявсык, кистеплово, припутав, намаха. Намарат натрая, я трявсык, кистеплово, припутав. нам ах а вот можете так здравствуйте ученик пяти ступени хочу создать семью не могу найти жену посмотрите перед вами находится игорь абросимов и он хочет жену ура товарищи давайте ему намагичим пусть игорь я не могу а вдруг не понравится но пусть игорь найдет в скором времени любимую женщину для себя давай игорь пусть любимая самая красивая чтобы ты и обожал чтобы у тебя всегда все получалось самым лучшим образом александр гордиенко подскажите как мне укрепить десна чтобы зубы держались я просто не могу выехать чтобы их полечить берете подсолнечное масло и утром цедите через зубы и сплевываете делаете так каждый день а лучше утром и вечером и вечером чистите обязательно зубной щеткой с содой говорю вам месяц будете делать зубы будут такие крепкие как перестанут шататься и генгивиты и все эти проблемы можно еще в такой вариант берете глину любую и надесно ее делаете смешиваете с водичкой надесно ее одеваете накладываете сверху надесно и снизу и сидите там одну две пять минут после этого достаете эту глину можете выбросить можете еще раз использовать можно гончарную белую любую очищенную аптечную какую хотите можно также глину растворять воде и полоскать ее рот содой напополам купила у вас ракушку лакшми ношу на веревочке какую мантру читать конечно мантра звучит так он рим хрим клим нам ах он рим хрим шрим клим нам ах он рим хрим шрим клим нам ах и к ней вот так берете ее целую ом рим хрим шрим клим нам ах и будет много денег ракушка это принцип женской энергии зі всію повагою до вас дуже приємно хочу задати питання де и як взяти домового квартирі новобудови якщо зі старої квартиры забирати домового не хочеш дякую марослава они сами заводяться положите молочко не сами заведутся нічого не нужно делать домовые в случае если нет деструктивных каких-то элементов заводяться сами они по-другому приходят обычно домовые спят в местах где живут дети а вот или мама или женщина вообще не заигрывайте особо с домовыми это может быть не очень хорошая энергия и она может быть деструктивная может вселяться в детей может мучить поэтому если есть возможность без домового пожить лучше без но обычно у каждого есть домовой да что ж такое вас тысячу человека лайки поставили только 26 вот не верь после этого людям когда пишут что все люди вредены что вам жалко было сейчас лайк поставить вот смотрите 26 лайков да я на 20 вопросов точно ответил могли бы уже лайка чек поставить там что сложно было пальчик вверх нажать о 27 уже спасибо ну вы даете ну ладно и не обижаюсь а еще не забывайте обязательно подписаться на мой канал обязательно подписывайтесь на мой канал а когда вы смотрите в инстаграме то тоже подписывайтесь я периодически какую-нибудь информацию выкладываю сегодня в инстаграме у себя выложил информацию которая посвящена замужеству там написал не просто мужа хотите хорошего мужа классненького такого чтобы был и молодой и чтобы там пипетка у него шевелилась стояла как козырек и чтобы у него еще и деньги водились и вот такого и надо пусть будет а если не надо то пусть будет я вас прошу то пузык витаю шановною вчителю вы сказали что не можно приймать от человека годинник в подарок не знаю чи цего прийняла и дейсно мы разлучились а если причина подарунковичи можно это выправить и нет не уходят от женщин которых обожают и даже случай если очень обожают и дарят и часы и все остальное все равно не уходят не уходят мужчины они не уходят просто это все связано обычно распады семьи связаны с тем что кто-то кого-то обманул просто так солгал или в самом начале как-то выгода была и так далее просто не сошлись не тяните потому что женщине легче начать жить с человеком нелюбимым потом можно влюбиться себе придумать знаете нафантазировать а мужчина нет он может либо влюбиться и любить либо будет всю жизнь страдать зачем вам страдающий человек а страдающий будет вечно изменять ему будет вечно вам не будет хотеться с ним сексом за зачем это слушайте до страдания такие семьи вижу постоянно постоянно вижу семьи они несчастливы то есть это вранье он там ради квартиры или там он ради того чтобы интим было так визуально на ему не нравилось а она потом влюбилась а потом секс был был потом ему уже не интересно вот он потом начинает искать находит в итоге получается у него там деньги потом начинает искать помоложе в итоге на молодой женится и так далее и там тоже семьи нет потому что обычно наказывают за то что эту обманывал берет потом себе в жены его обманывает жизни наш бумеранг знаете за ложь и обман наказывают если барановская добрый вечер на мою семью посыпались плохие события умерла свекровь племянница в больнице муж травмировал руку а вчера конфликт с соседом скажите связаны ли эти события да связаны эти события в вашем случае оденьте на каждого железо возьмите прямо железные колечки или там где угодно как и так же чтобы возле кровати лежала железно это скорее всего действительно на вас происходит вот такое влияние покажите мне барановскую и уберу вас подклад хаты вот его держу поставлены все тот кто поставил пусть заберет теперь все изменится лучшую сторону андрей андреевич подходит мне город в котором я живу или лучше сменить человек который живет и у него нет в душе радости может изменять все что угодно изменять семью вообще есть такие люди они рожденные с безрадостностью в душе вечно всем недовольны как моя мама говорит недовольны с самого рождения вот угрюмый родился и всю жизнь уже всех ненавидит но он может изменить свою судьбу я таких людей называю пукалками то есть где бы человек не находился от него все время запах такой он создает неприятные ощущения вокруг себя и такие люди недовольные жизнью есть такие люди которые рождаются есть такие которые становятся недовольной жизнью есть которые на фоне болезни становятся недовольные жизнью и вот человек допустим я вот вспоминаю себя маленького мы жили в селе и я помню новый год мы как-то сестрой моей собрались и я и рассказываю эту историю я говорю помню нашего папу молодого он такой красивый голубоглазый расчесанный побритый и он хорошо одет был чистенький такой они поставили табуретку открыли бутылку вина роза в бокале с мамой вместе налили там маме чуть-чуть бокалы тебе там чуть-чуть больше бокал а мне поставили стул и я вот это на этом стуле рассказывал стих какой-то там после этого он меня взял вот так на колено погладил дал мне в мандаринку говорит я тебя поздравляю с новым годом я его вот так обнял потом маму обняла на меня поцеловала и для меня это прекрасно было на следующий день это мандаринка и и запах знаете и так далее а вот и она говорит нет нет такого не было никогда нас постоянно обижали там я говорю слушай у нас такое ощущение как будто мы в одной семье жили но у нас разные абсолютно восприятие было мира у нас действительно мы в одной семье жили но мы по-другому каждый по-своему воспринимал если люди рожденные видеть какую-то радость жизни если люди которые рождены не видеть ее даже если им показывать знаете это как человека привести в музей в лувр и говорить вот вот это мадонна мадонна он будет говорить да да все не знаешь я вижу что это мадонна я вот смотрю пыли сколько сверху и сверху пыли и внизу грязь все не могли а все мадонна если грязи столько понимаете есть такие люди человек говорит я перееду в каком мне городе так и ни в каком ни в какой стране ни в каком городе нигде я после этого жил в общежитии мне было хорошо после этого жил и учился там где-то голодный ходил и в без туфлей ходил еще мне было хорошо потом жил с девочкой мне было хорошо не жил с девочкой мне было хорошо почему находил в душе своей счастье находите в душе счастье будет все равно и где жить и с кем если в жизни есть счастье то бог дает счастья больше если в жизни есть радость душевная это же и называется духовность открою вам глаза духовность это не то что уверите прославляете и говорите по заповедям славим благодарим слава богу и так далее это все супер это все супер только это не делает человека счастливым если бог отец то он бы хотел чтобы его дети были счастливыми а вы как мать или отец отчего бы хотели чтобы ваши дети были счастливыми от того что они говорят вам славим тебя мама славим или от того что они просто счастливы и здоровы и улыбаются живут на полную дышу полной грудью ну конечно именно от этого они будут числевыми это и есть духовность найти духовности найти внутреннее счастье без причин быть счастливым без причин отчего просто так возможно ли это да это можно развить я это называю наличием психической энергии отсутствие психической энергии приводит человека к тому что он болеет онкологии когда появляются люди которые говорят я могу при помощи я вылечила себя от от онкологии и могу научить как вылечить от онкологии и так далее и после этого говорит что это можно сделать используя психическую энергию так вот онкология это отсутствие психической энергии она потерялась и и нет ничего ничего нет никакой радости не внутри не внешне ничего не приносит радость и когда человеку этому он говорит дайте мне какую-нибудь технику я буду лечить онкологию никакую почему для того чтобы техника работала нужна энергия психическая а болезнь это из-за того что ее нет поэтому не техника магия она работает на психической энергии которая возникает когда человек счастлив радость энергия радости счастья внутренние вот здесь находящиеся а мы в школе и увеличиваем делаем ее ярче 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 и потом наслаждаемся ей без алкоголя как по вашему мнению стоит ли мне отстаивает правоту конфликте соседом нет никогда не отстаивайте вообще никогда конфликте нет не правых не неправых никогда принимайте и конфликты и мир просто не говорите ему спасибо говорите вот ты как кашка скажите тебе это надо забираю вместе с моим геморроем а я взамен возьму счастья твою хочешь мое несчастье принимать муж бросил представьте будто сталина этого мужа и говорить отлично скоро будет новый офигенный хороший а ты есть ступенька мысленно представили одну ногу поставили ему на голову одно на пузо и после этого еще раз на ступеньку таким образом сможете преодолеть вернусь я домой в мир но град донецкой области да но он аж через год так что у нас как 27 лайков так и осталось 27 лайков не хотите ставить лайки понял здрасте андрей андреевич эрика велика безопасно место где мы проживаем сыном спасибо нет не безопасно и еще если можно как помочь сыну облегчить боль руки от укуса кто его укусил тигр если есть укус это опасно но есть способы есть антисептики вообще самый простой способ это солевая салфетка прикладывайте солевую уксусную салфетку в соль добавляете уксус прикладывайте к этому месту где укус есть соль и уксус вытягивает все а укус был во время сна каким-то насекомым случае если это насекомое и пройдет несколько дней посмотрите есть смысл обратить внимание в случае если есть укус маленький и вокруг него покраснение и со временем через неделю ореол вот если ореол такой появится то нужно идти к инфекциологу потому что это будет говорить о заболевании лайма если после укуса на и появится температура лихорадкой она будет там один-два дня тоже идите потому что это может быть развитие кого-то заболеваем как вообще это все лица да действительно уксус с солью может помочь снять этот укус любая ментоловая мазь очень классная массе от укусов это звездочка обычно андрей андреевич у моей дочери алисы тревожно-депрессивный розлад идут на фоне циос или не манипуляции скорее всего вы говорите о том что вы лечите ее неправильно в случае если вы поставили ей мдп а это не мдп у нее а на фоне невроза у нее развивается депрессия это один из синдромом у нее допустим там агрессивный фобический и лечите ее конечно же нейролептиками то лечение неправильное может приводить к ухудшению общего состояния для того чтобы выбрать правильное лечение необходимо посмотреть как она спит пообщаться с ней если у нее депрессия если у нее фобии если у нее усталость и так далее и лечить может быть комбинированной терапии с применением допустим антидепрессантов вообще хочу сказать что очень часто применение нейролептиков во время лечения заболеваний не всегда актуальна а у нас почему-то очень часто на первое место ставят все-таки применение нейролептиков я объясню почему дело в том что применение антидепрессантов в отличие от применения нейролептиков связано с тем что особенность антидепрессантов в том что они могут убирать невротические состояния неврозы которые были первопричиной появления любого практически заболевания психического и в тенденции такой восстанавливать еще и работу дофаминовых рецепторов но самое важное они влияют на восстановление циркадных ритмов большинстве своем именно нарушение циркадных ритмов на фоне неврозов и приводит дальнейшим к тому что человек начинает очень болеть и вот ему ставят какой-либо из диагнозов которые ставят вам и невосстановление циркадных ритмов сейчас возможно и самый простой способ это применение современных антидепрессантов каких ну вот агамелатин агамелатин современный антидепрессант если раньше антидепрессанты там флуоксетин были более проявленными то есть у человека могла развиться там импотенция тошнота там какие-то побочные эффекты у агамелатина нет ни усталости ни тошноты ничего великолепный препарат есть аналоги его я считаю что ну и после этого восстановление сна и смотреть на восстановление сна в случае если не спит по принимать антидепрессанты возможно снять нейролептик потому что в случае если у него депрессия или невроз и ей давать нейролептик это ухудшит ее состояние а в случае если и ухудшит в сторону как раз вот претензии обострение и проявление агрессии и так далее то есть видите по разному поменяйте психиатра постарайтесь пообщаться с психиатром который знаком с психологией ищу попробуйте обратиться к коммерческому психиатру который мог бы пообщаться с ней какие вопросы необходимо задавать боится ли выходить на улицу там чешет ли себя вырывает ли у себя волосы испытывала ли когда-нибудь ощущение депрессии упадка сил лежит ли она после еды от усталости может быстро поправился ребенок или быстро похудел может есть какие-то там булими или судороги и так далее то есть нужно вот эти вот все нюансы а так она не спит по ночам у нее вот она там кидается а потом лежит и ничего невозможно сделать это у нее биполярно бар будем лечить все вот вам нейролептик сироквель давайте и квитерон на ночь сироквель днем и все и будем так лечить а это на самом деле у нее депрессия на фоне невроза ну и на этом все сегодняшний вебинар у нас длился аж целых полтора часа получился интересный хоть и не очень эзотерический я желаю вам успеха пусть в жизни вашей все налаживается пусть будет всем счастьем обязательно пишите ваши вопросы и и от меня сегодня будет подарки какие подарки так так гуля и сабекова наталья садовникова алла явым и надежда гилёва эрика велика надежда смирнова получает от меня подарок получает от меня подарок семинар который называется целительство за 270 долларов трехдневный семинар целительство 6 занятий совершенно бесплатно от меня в подарок я сделал скриншот и поэтому как прошлый раз подарки подарил троим а написала 20 я вас тоже понимаю и так надежда смирнова эрика велика надежда гилёва алла евом наталья садовникова гуля и сабекова от меня получают семинар который называется который называется обучение целителей трехдневный семинар подарок приходите обязательно на мои вебинары на каждом из вебинаров я буду стараться что-либо подарить кому так а я не знаю вот в кого тыкнул так и получилось обожаю вас до свидания любите тех людей которые рядом еще раз поздравили с праздником девали любите женщин восхищайтесь женщинами желайте женщин гладьте женщин говорите им какие они красивые женщина это магнит денег обожайте говорите восхищайтесь гладьте дарите кружите танцуйте любите и они будут дарить вашу сторону бесконечное количество энергии любви это особенность этого мира пусть будут все женщины счастливы а рядом с ними мужчины богатыми м